сегодня я вам хочу предложить вариант переплетения который называют рельефным жаккардом или теневым жаккардом в любом случае это будет сжатый жаккардовый рисунок очень красивый очень изысканный для того чтобы нам с вами его выполнить я сразу же сделаю себе образец для будущего изделия если захотите сможете присоединиться к вязанию этого изделия плотность набора 0 0 если вы вяжете на машине бразер переведите рычаг на римскую цифру 2 для того чтобы был красивый для того чтобы вы этот рисунок могли вязать красиво без сбоев без проблем вставьте уплотняющую ленту независимо от того на какой машине вы вяжете бразер это или сильвер с уплотняющей лентой качество выполнения рисунка будет гораздо выше навесьте грузы двухфантажную гребенку навесьте грузы по краям полотна а не по краям гребенки берите рычаг с римской цифры 2 верните на римскую цифру 1 на плотности 22 провяжем круговую я вижу на электронной машине бразер поэтому вывожу каретку за зону вязания переходим на кс-1 оставляем выбор узора круговое вязание на какой машине бразер или сильвер вы бы это не выполняли так я выбираю вот этот рисунок 7 честно говоря в цветном жаккарде я бы не хотела связать такой рисунок абсолютно никак он не больше напоминает ковер на стене но поверьте в жатом жаккарде рельефном жаккарде этот рисунок будет просто великолепен для того чтобы он был просто великолепен в рельефном жаккарде чаем машину устанавливаем номер рисунка 7 удвоение рядов включаем после того как загорелась кнопка рейзи выводим карет за считывающие устройство включаем кс-1 очень важна установка плотности чем выше значение плотности на верхней каретке и чем ниже значение плотности на нижней каретке тем более сжатым тем более рельефным будет рисунок я установила плотность 52 при выбранной пряжи кашемир 800 метров на 100 грамм провязываем первый считывающий ряд и начинаем вязать наш рисунок больше никаких настроек не меняем мы вяжем в режиме кругового вязания для того чтобы разместить машинную пробу я могу воспользоваться например кордовой нитью довяжу фрагмент чтобы показать вам как будет выглядеть рисунок в целом теперь я просто провяжу несколько рядов для того чтобы сбросить полотно а в следующем лайфхаке я вам покажу как рассчитать количество пряжи которое вам необходимо для вязания изделия для того чтобы вы точно знали вот например есть у вас такая бобинка вы хотите из нее связать джемпер определенного переплетения вот у меня часто спрашивают а сколько нужно пряжи я всегда отвечаю в зависимости от того на какой плотности вы будете вязать каким переплетением если это ажур это один расход пряжи если это жаккард и другой расход пряжи если это гладь то гладь на какой плотности это третий четвертый пятый десятый расход пряжи и вот мы с вами посмотрим как рассчитать еще обрываем рабочую нить у меня провязано сто шестьдесят шесть рядов целом запоминаем это цифру рисунок я вам сейчас покажу отпаривать этот рисунок и можно и нужно отпариваем его с изнаночной стороны разворачиваю работу с изнаночной стороны отпариваем согласно пряжи из которой он вязался заодно вы можете посмотреть как этот рисунок выглядит с изнаночной стороны а теперь переворачиваем на лицевую сторону и посмотрите мне лично очень нравится а теперь я хочу чтобы вы сравнили его с рисунком который предлагается ну например который можно связать в жаккарде однофонтурном либо в жаккарде двухфонтурном я бы не хотела иметь изделие вот с такими розами но я очень хочу изделие вот с такими розами и поверьте это будет очень красиво некоторые говорят что рисунок очень плотный и берет много пряжи это тоже совершенно не так все зависит от того какую возьмете пряжу у меня здесь тонкий нежный кашемир и посмотрите рисунок эластичный очень здорово выглядит и плюс очень хорошо держит форму кроме того мой кашемир после стирки даст деликатный пушок и будет совершенно потрясающе этот рисунок можно выполнить на любой двухфонтурной машине и она была в состоянии вязать круговое полотно как известно все двухфонтурные машины могут вязать круговое полотно если вы хотите посмотреть как этот же рисунок можно выполнить например на машине сильвер пишите ваши комментарии ну а я буду использовать этот рисунок изделие которое мы свяжем на курсе интенсив по реглану